Всем приветики! Если бы у меня был костюм супергероя из Marvel, то выглядело бы примерно так. С добрым утром, короче говоря, что я вам хочу сказать. Давайте собираться на работу вместе. Там солнышко, и я вот немного, с вашего позволения, вечной молодостью побалуюсь. Skin Iceland, наконец-таки, снова на сайте у нас. Я скучала по этим патчам, сил просто не было. Для глаз, для лба, еще для носогубок, для шеи не взяла, надо было взять. Стерела в бьюти-сторе набор, где сразу все вот эти патчи очень мне нравятся. Во-первых, потому что охлаждающие действия, у них очень концентрированный состав этого гидрогеля, который по ту сторону вот этой мягкой части. И это, наверное, одни из самых таких наиболее эффективных патчей. Я знаю даже, что у тех, у кого чувствительная кожа, иногда бывает некоторое время после них покраснение, потому что кожа реагирует. Но это ничего страшного, как правило, они не вызывают никакой аллергии. Просто так работают. Они очень круто снимают отечность, особенно если вы их будете держать в холодильнике. Они снимают отечность еще в том числе и за счет вот самого компрессионного действия, потому что они очень плотно прилегают. Не скатываются, не сваливаются, а прилипли просто к вам, как пластырь. И ходят с ними. Думайте, что вы будете делать дальше. Пока я, значит, с патчем, нанесем скраб на губы. Чуть-чуть отшелушить. Круги, но косметикс, понятное дело. Самый мягкий, самый нежный скраб очень увлажняет губы. Сейчас вот прямо этот сезон самое то. Сейчас будет кожа шелушиться у всех, губы сохнуть. Надо увлажнять. Я его растираю на губах и так пока и оставлю. Вообще, видео, это, кстати, не имеет особой темы. Я просто хотела с вами поделиться какими-то своими уходовыми штучками и что происходит по утрам в этом доме. Как происходит, собственно, укладка. Вот вы спрашивали. Сейчас вместе посушим волосы. Спрей защита плюс блеск плюс легкая текстура. Это Кевин Мёрфи. Это в студии у нас стоит этот бренд. Он профессиональный. Если вдруг кто-нибудь знает, выглядит вот так. Очень классный у них шампунь. Очень популярный. Мне больше всего нравится вот этот спрей для укладки волос, потому что я сама волосы часто укладываю дома. Плюс мне очень нравится профессиональный уход от Кевина Мёрфи, который мы в студии делаем. Мне кажется, если бы я не делала ампулы Кевина Мёрфи, у меня тоже волосы давным-давно отвалились. Потому что они очень классно восстанавливают. Особенно вот если курс там из 5-6 пройти, то прям они гладкие становятся, такие тяжелые, упругие. Чего не хватает, потому что сохнет, конечно же, если вы думаете, что есть... Здравствуй, мистер Кот. Что у меня какие-то волосы, которые не подвергаются воздействию окружающей среды. Нет, я просто за ними очень сильно ухаживаю. Как твои дела? Как ты занимался? Думаешь о высоком? Спрей просто распределить по волосам. Он помогает в укладке, помимо там термозащиты. Вот видите, волосы просто даже, в принципе, от него начинают блестеть. И такой неутяжеляющий, неужирняющий волосы-стайлинг. Сейчас вам покажу кое-что супер-классное. Вы, наверное, видели уже где-нибудь в интернетах. Но у меня эта штуковина недавно. И, в общем, у меня наконец-таки появилась эта супер-система. Для укладки волос по-другому не скажешь. Дайсон, в общем, устроили мне праздник домашних укладок. Я хочу сказать, что это лучшее, что было с моими волосами. Система, конечно, совершенно новая. И если вы новичок в укладках, то, наверное, первый раз будет сложновато разобраться. Но на самом деле там все настолько просто. И волосы так классно выглядят. Короче, это ящик целый. Внимание, ну как бы ящик. Очень красиво, да? Вот так прям лакшери. Где есть, собственно, основная штуковина. Фирменная вот эта вот полая часть Дайсон. Также здесь использована просто фен. И насадки, которые, ну там, типа, понятные для объема браш. Для выпрямления такая, как лопатка. Для выпрямления помягче с шариками на кончиках. Но самые клевые, это вот мы сейчас делаем с вами вместе укладки. Это вот эти. Две одинаковых, которые крутят в разную сторону. И две поменьше тоже одинаковые, которые крутят в разные стороны. И это как раз-таки насадки, которые создают мягкие волны и локоны. Когда хочется создать эффект прям совсем легкой волны, идеально получился у меня результат. И самое классное, что эти штуки сами-то они не нагреваются. Там подается воздух. И вот просто из-за того, что воздух таким образом крутится, ощущение, как будто бы у тебя прядь примагничивается просто к этой штуке. Сама на нее накручивается, держится, снимаешь, и получается такой мягкий локон. Я уже даже несколько способов накручивания локонов разных придумала себе. И, в общем, это дико удобно. И удобно, что делаешь все одной рукой. У меня, в принципе, подсушенные волосы. Если я начну укладывать, то сразу можно уже ставить объем. Когда я обычно только снимаю полотенце, я вот пробегаюсь просто феном. В данном случае это не обязательно. И мне больше всего понравилось объем ставить вот на эту щетку. Вообще-то для выпрямления, потому что, ну, очень проводишь и гладкие волосы сразу. Но она еще очень круто ставит объемы корня. Я на максимальную температуру ставлю. И вот так приподнимаю корни. Смотрите, круто. Видали, какой объем? Просто лев. Женщина, лев. А вы говорите, как это у тебя так челка? Вот как. Теперь пройдусь ровно, вот так. Будет жужжать, просто не будет слышно. А потом еще круглой щеткой. Вот здесь вот сравняю этот объем. Просто объем еще. Я вот этим прочесывающим движением разгладила волосы. Мне особо выпрямлять их не надо. Если что, таким образом происходит выпрямление. Если у вас волосы, как у меня, то, мне кажется, вот этой вот насадки, которая с шариками, вот таким здесь, вам будет достаточно. Если вы прям кудрявая, хотите выпрямлять, то более жесткую нужно будет вам взять щетку. Мне такую не обязательно. Она-то, кстати, тоже классно ставит объем. Но он прям совсем львом будет. Даже мне так много не надо. Кругленькую. У нее, кстати, очень классный диаметр, потому что прям всем подходит. Есть. Но у нас как бы уже получилась офигенная укладка. Но нам надо будет все-таки... Я хочу сделать локон мягкие. И вот здесь то самое интересное, что мне, собственно, вам хотелось показать. Я возьму вот эти насадки, которые круглые, большие. Отклю-ка я пачки, а то у меня уже жарко. Эти пускай сидят еще. Здесь стрелочка будет показана, куда дуть будет воздух. Это очень прикольно. Нам надо будет локон крутить от себя, поэтому на репштуле... Держим. Я беру вертикальными проборами. Подносите к кончику. Вертикально держите. Это воздух. Из-за того, что там циркулирует воздух, он притягивает вот так волоски, а они держатся. Теперь эту насадочку снимаем. Наливаем насадку в другую сторону. И то же самое делаем в другую сторону. В принципе, все. Сейчас пускай они остынут, потому что я хочу потом расчесать, чтобы они стали крупные. А мы давайте пока начнем краситься, замазывать мои прыщи. Ой, как хорошо. Дальше двигаемся крем. Это антидот, тоже Skin Iceland. Такой уже там на последних издыханиях. Очень интенсивный крем. Я вам тоже его показывала. Просто в межсезонье очень люблю возвращаться к Skin Iceland, потому что классно восстанавливается кожа. Какие-то высыпания все уходят. Кровообращение улучшается. Прям микроцикуляция. Такой румянец здоровый. И тон лица становится ровнее. Плюс, если у вас там есть какие-то чего-то там высыпает, то это вот тоже туда. Поехали. Продукт номер один. Это фиксит спрей. Несмотря на то, что распыление очень мягкое, у фиксит спрея все равно она направлена. И поэтому вы можете вот чуть-чуть как бы его наклонив на себя, пройти вот так всю эту зону, не задев вообще волосы. И вообще не повредив укладку. Фиксит спрей у нас будет в качестве праймера в нашем повседневном макияже. Потому что это уже регулярная рутина, бьюти-рутина. В тональных средствах у нас очередной возврат к истокам. Клиник и Венбета. Сколько раз уже его показывала. Еще раз с удовольствием покажу, потому что ну очень уж классную он делает кожу. Такой легкий, при этом очень хорошо покрывающий тональный крем. Не знаю, наверное, любимый мой все-таки в клиник. Это жидкий тональный крем, который хорошо выравнивает кожу, хорошо замазывает. А вот отлично подходит для повседневного макияжа, потому что улучшает кожу типа на 360. И выравнивает, и сглаживает какие-то шелушения, увлажняет ее, SPF в нем 15. И что самое классное, чем бы вы его не наносили, пальцами, спонжем или вот как я мягкой кистью, он абсолютно не заметен. За что, собственно, и был у меня, скажем так, определен список лучших тональных средств для повседневного макияжа. Потому что даже если вы к вечеру захотите сделать мейк поярче, просто сверху нанесете еще его немного, и все, и будете готовы к вечернему макияжу. У меня оттенок 0,4 БОМ, желтоватый. Прям легко растушевывается, я финальное движение вот такое сделаю, прям мягкое-мягкое. И остатки с кисточки стушую на шею. Чуть-чуть еще остатки с кисточки сниму на подглазное пространство и верхнее веко. Этот тональный крем отлично подходит и в качестве канцеляра. Брови причешем и на красе. Я возьму конкрет в оценке ТОП, как обычно. Он, кстати, снова на стоке, потому что он у нас был солд-аут, его как-то раскупили так, что мы не подрасчитали. И вот, наконец-таки, его проэкзвили еще, и он теперь снова готов оказаться в вашей косметичке. Неудивительно, в принципе, что он среди конкретов оказался такой популярный, потому что он очень универсальный для бровей и для блондинок, и для брюнеток, для всех. Я его набираю тонкой кистью, немножко вот так вот, либо на палитре, либо на руке, печатываю в кисть, чтобы ворсинки кисти слиплись. И дорисовываю волоски. Причешем. Так, и чтобы мне сделать-то волосы будут объемные, будет платье. Я думаю, что мы сделаем легкие глаза, не яркие. Хаки возьмем оттенок. Я просто сделаю такие легкие-легкие-легкие смоки оливковые. Сразу чуть-чуть по коррекции этим же оттенком пробегусь. Легкий такой корректирующий эффект получится. Хаки, кстати, оттенок, который среди всех конкретов, мой любимчик по смешиванию. Он смешивается в такие невероятные цвета с другими конкретами, что получаются просто какие-то волшебные оттенки для губ. Я думаю, можно чуть-чуть чеснок добавить, такой красновато-коричневый по контуру глаза, и будет достаточно. Не хочется делать яркие глаза, просто подчеркнем их. Я мягко подчеркиваю контур и как бы втушевываю цвет в хаки нижнего. Кисточкой, которой наносила хаки, немного перетушую, чтобы цвета смешались. Получится плавный переход. Ну все, тут уже можно красить ресницы. Back to Basics 2 тоже клиник. High Impact Mascara тушь настолько классическая и настолько уже культовая, что всегда у меня есть. Я, как вы помните, год назад была амбассадором этой туши. Чем страшно горжусь, потому что это действительно тушь, с которой у меня очень много мейков связано. Она базовая, черная, кремовая. Можно наслоить объем, можно просто легко прокрасить для повседневного варианта. Я поярче, пожалуй, накрашу. Особое внимание делаю на корни, чтобы именно у корней больше было цвета. И на подкручивание. Прям приподнимаю сильно ресницы. Финальное движение увожу реснички к вискам. Не сильно, просто чуть-чуть, чтобы они по направлению туда уходили. Чтобы не округлялся глаз. Нижний тоже по направлению к вискам окрашиваем. Краб можно уже стирать. Я возьму мандарин. Мандарин будет классно сочетаться с хаки. Я сделаю губы с мягким контуром. Поэтому так на центр нанесу прямо из тюбика. И распределю кистью. И возьму чистую кисть, которой немножечко растушую контур. Теперь наберу чуть-чуть мандарина, той же кистью, которой тон наносила. И мягко перенесу на щечки. Главное хорошо растушевать, чтобы румянец получился очень мягкий. Видите, какой мягкий получился? Если вдруг вы бахнули слишком много конкретно на щеке, возьмите кисточку, наберите еще немножко тона и растушуйте. Зафиксируем пудрой только по центру. Я только вот эти части фиксирую. Между бровей, центр лба и вот здесь вот вокруг крыльев носа. Эти блики мне нравятся. Текстура, которая остается на коже от Fixed Spray. Очень красивая. Кожа выглядит прям такой увлажненной и очень соблазнительной. Поэтому оставьте лучше. Так, и надо закончить волосы. Волосы остыли. Их надо что сделать сейчас? Встряхнуть хорошо. Вот она наша мягкая волна. Просто эффект объема, как будто бы на бигуди накручивали. И может быть, я думаю, может быть еще немножко переднюю часть пройти с щеткой. Готово. Просто чтобы освежить эту зону и чтобы объем не падал, и чтобы волосы не были слишком такие вот гладкие, что не держится на них ничего, надо им добавить немножко текстуры. Я для этого использую сухой шампунь. Это Батист. Блонд оттенок. Чуть-чуть совсем, потому что волосы чистые, они не нуждаются в сухом шампуне. Они нуждаются просто вот в этой немножко подсушивающей текстурке у корней. Ну вот. Такой немножко в стиле 90-х даже. Мне нравится. Что еще хотела отметить про Dyson, то что очень классно смотрится укладкой на следующий день. И очень легко она переделывается, потому что волосы не повреждаются. Там же нет нагревательного самого процесса. Там только воздух горячий. И благодаря этому волосы легко новую текстуру приобретают. Поэтому объем будет точно держаться. Если вот хочется мягкую вот такую волну чуть-чуть увеличить, сделать, например, текстуру пляжных локонов, то вы просто возьмете насадку маленькую. И точно так же накрутите в разные стороны от лица все. И нанесете сверху, например, соль. Будет красивая очень текстура. Короче, я считаю, что это прорыв. Я понимаю, почему это так дорого, потому что это реально круто. И, дорогие друзья, вот сейчас сезон подарков вы не пропустите, потому что это офигительно крутой подарок. Это прям работает. Это красиво. Это упаковано все с такой тщательной проработкой деталей. И это прям крутой дает эффект. Ну, я вообще дайсонистка знатная. У меня там, видите, вот мистер очиститель воздуха работает, шуршит целыми днями. Потому что мистер кот, конечно, тут поднимает пыль в воздух только так. Носится тут как комета. И очиститель воздуха, это прям мне понравился. У нас в студии стоят несколько очистителей. И вот маленький мне для дома прислали. Так что он у меня теперь там работает. Чистит, чистит, чистит. Что еще из такого новенького я вам хотела показать? Да ничего, собственно. Осень, пора интенсивных уходов. И осень, это очень классная пора для проверки организма. Потому что организм находится в межсезонном вашем стрессе. И быстренько выявляется все, что надо выявить. Поэтому первое, что я вам рекомендую, возьмите с меня пример и поедите на чекап. Вот я сейчас отправлюсь в Питер, в первую линию, в, я не знаю, даже как это сказать, в санаторий. Клиника, в общем. В клинику. На пятидневный детокс. И большущий, просто практически на молекулярном уровне чекап. Потому что, так сказать, надо знать, чего там, как в организме дела. Тем более, что сейчас пора пить витамины. А витамины сама себе я никогда не выписываю. Я все-таки за то, чтобы назначали витамины профессионалы. Согласно результатам анализа в крови и общего обследования организма. Короче говоря, займитесь здоровьем, это тоже очень важно. Это в первую очередь важно, потому что от этого вся ваша красота. Это первое. Второе. Ноябрь отличное время для того, чтобы начать делать какие-то косметологические процедуры. И я вот сейчас, если вдруг интересно, что это у меня кожа такая красивая, прохожу курсом плазму, колю. Плазма это у вас забирают кровь, пару пробирок. Потом в центрифуге минут 8-10 катают эту пробирку. От нее отслаивается плазма. И плазму там со специальным препаратом распускают. И вам вводят снова в кожу. Отчего она становится очень здоровая, становится моложе. То есть такими прям необходимые зоны инъекциями. Также я колю плазму в голову, чтобы волосы хорошо росли. И вот сейчас лазер прохожу. Я хожу на 4D лазер. Это клиника Lancet называется, если кому интересно, на Патриках, на Спиридоновке. И, собственно, плазму там все делаю с лицом. Я там, в принципе, обслуживаюсь, все делаю. И лицо, и вот голову колю, и по телу занимаюсь. Так вот, 4D лазер. Это офигенная вещь. Я вам очень рекомендую. Я начала курс свой первый. 4D омоложение это называется. Весной. И вот просто не могла дождаться, когда уже спадет эта солнечная активность. Можно будет снова на него идти. Это очень щадящий лазер. Когда вы выходите, и вы даже особо не красненькая, но может быть чуть-чуть. Просто розовенькая один денек. И он что делает? Там 4 ступени. Самая крутая из них, это первая, которая делается через полость рта. Там вам просто простреливают через полость рта и все слизистые. Вот эту зону, отчего она просто вот прям тонусом подтягивается вот в эти части. И всякие, короче, шлифовочки на качество кожи, на то, чтобы поры были менее заметны, на то, чтобы кожа более гладкая была. Я вот делаю 4D. Потом вот сейчас ближайшая у меня будет процедура. Завтра я буду делать 2D. Это уже только на внешнюю красоту. На почистить, подшлифовать, чтобы она была гладкая. Чтобы так вот сияла, естественно. Потому что очень хочется не колоть ничего лишнего, не превращаться в тетеньку, заколотую ботоксами и филерами. Ничего не имею против ботокса. Сама колола вот сюда. У меня здесь морщины. Сейчас пытаюсь сделать все, чтобы больше не колоть. Потому что мне не нравится, что я не могла хмурить брови. Иногда хочется на кого-нибудь так нахмурить брови, а они не хмурятся. Ну так вот. В общем, я, короче, решила попробовать вечную молодость сохранить без ботокса. Ну, посмотрим. Если что, все в пределах разумного, в пределах нормы. Чуть-чуть, все классно. В переборе всегда плохо. Но пока результаты плазмы и результаты 4D лазера, моего дорогого, лучшего изобретения человечества, после вот этого фена, реально очень крутые. Мне прям нравится. Я вам хайли-хайли рекомендую. Вот, все. В общем, день мы начали с вами. Отлично. В хорошей компании. В смысле, я для вас. Хорошая компания, вы для меня. Пойдемте-ка поработаем. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok